Шалом! Вы смотрите новости на Первом Еврейском. Главное за 7 минут в студии Анастасия Воронина. Сегодня выпуски. Политический тупик. Кнесет распускают. В Израиле будут пятые за 3,5 года выборы. Купаться можно, но осторожно. К побережью Израиля движутся миллионы медуз. Царица еврейского народа в синагогу Красной Слободы внесли свиток Торы. Премьер-министр Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид приняли решение о распуске Кнесета. Пятые за последние 3,5 года выборы в Израиле ожидаются в конце октября. До этого времени исполнять обязанности премьера будет Лапид. Нафтали Беннет назвал принято решение непростым, но правильным для Израиля. Он также напомнил, что его правительство ускорило экономический рост, сократило безработицу и впервые за 14 лет ликвидировало дефицит бюджета. Тем временем, по результатам опроса, проведенного Пенел Политикс, если бы выборы в Кнесет состоялись сегодня, то Ликут набрал бы 36 мандатов, Ешатит — 20, Сануд Датит — 10, Кахуль Лаван — 8, Шас Емина и Авада — по 7, и Аду Татара и объединенный список по 6, НДИ — 5, Тиква Хадаша и РАМ — по 4 мандата, а Мерец не прошел бы электоральный барьер. Авиакомпания Red Wings получила допуск Росавиации на полеты из Екатеринбурга в Израиль. Прямые рейсы будут выполняться трижды в неделю. Однако информации о включении их в расписание аэропорта Кольцова пока нет. Напомню, что на сегодняшний день полет с пересадками в одну сторону до Тель-Авива в среднем обойдется в 40 тысяч рублей. Отмечается, что Red Wings также продолжает летать из Екатеринбурга в Турцию, Армению, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. На 103-м году жизни умер член антинацистского подполя Юзеф Валащик. В годы Второй мировой войны он спас 54 еврея. В 1939-м 20-летний Юзеф оказался в немецкой зоне оккупации. В декабре, благодаря знанию немецкого языка, его назначили управляющим фабрики по производству картофельной муки. В это время, щедро сдавая взятки немецким чиновникам, он активно нанимал на работу евреев, вызывав таким образом 30 человек из гетто. Его называли польским Шиндлером. В 2002-м году он был удостоен звания праведника народов мира, а в 2008-м – командорского креста со звездой ордена Возрождения Польши. Исследователи Исхаевского университета разработали сайт, с помощью которого можно отслеживать перемещение медуз. Пользователи могут сами предупредить других о большом количестве морских обитателей в режиме реального времени. По оценкам экспертов, миллионы медуз движутся к побережью Израиля. Ожидается, что они приблизятся к берегу в конце этой или начале следующей недели. Отмечается, что пока в этом году еще не было серьезных случаев ожогов. 97-летняя британская актриса Тельма Руби станет самой пожилой еврейкой, вышедшей на сцену. До днях в Лондоне она представит свое автобиографическое шоу с песнями и отрывками из ее главных ролей за всю карьеру. Тельма Руби родилась и выросла в Литсе, приняла участие в 33 работах разных жанров, среди которых «Скрипач на крыше», «Хозяйка Квикли», «Генрих IV» и «Кабаре». Она удостоена таких наград, как «Женщина года» и «Олди года». По словам актрисы, это шоу в Лондоне станет ее последним выходом на сцену. «Музыка» Жители азербайджанского поселка Красная Слобода объединил большой праздник. В шестюкупольную синагогу внесли свиток Торы. Он написан на средства одной из местных семей. Наталья Кравченко расскажет подробнее. Тора – это царица еврейского народа. Существует обычай посыпать ее мантию конфетами и целовать. Считается, что это приумножает годы жизни и здоровье. Этот свиток писали в Израиле на протяжении восьми месяцев. Он стал подарком семьи Беньяминовых всем жителям Красной Слободы и связал семью с их умершим близким человеком. Тора написано в память о Йонате Бен-Ицхаке, чтобы он мог молиться за своих родных и за свой народ. В гости церемонии вписали последние буквы в священный свиток. Это большая честь, ведь считается, что тот, кто пишет Тору, как бы сам получил ее на горе Синай. В Торе написано, каждый еврейский мужчина обязан написать сефер Тору. Написать себе песню, ведь сефер Тора – это и есть песня. Это благословение от наших праотцов Авраама, Ицхака и Якова. Их пожелание нам – жить всегда в мире. После завершения написания свитка его пронесли по улицам поселка, который навсегда станет для него родным. Ицхака и Якова Это все на сегодня. Чтобы быть в курсе актуальных новостей в еврейском мире, подписывайтесь на Первый Еврейский, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски, и оставляйте комментарии под видео. Нам важно ваше мнение. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok